это и способ я использую первый раз поэтому в этом случае я тоже установил краны я эти краны спрятал как же мне избавиться от этих отверстий так быстро я нашел выход и быстро его потерял я пошел магазин и купил вот такие вот крючки так всем привет друзья в этом видео я хочу вам хочу вам рассказать о полотенцесушителе как я его здесь монтировал как я здесь его установил то есть полотенцесушитель лесенка вот он у меня вот так вот выглядит у него у меня установлены скрытые краны для чего нужны мне скрытые краны для того чтобы после завершения ремонта я мог спокойно установить полотенцесушитель и запустить него в воду в противном случае если бы у меня не было бы кранов мне пришлось изначально в начале ремонта установить полотенцесушитель а потом уже всеми правдами и неправдами пытаться за ним приклеить плитку ну соответственно это было бы как крайне неудобно ибо во время ремонта я мог просто повредить полотенцесушитель поэтому в этом случае я устанавливал краны в принципе я не только в этом случае я всегда стараюсь устанавливать краны чтобы в любом случае я мог в любой момент отключить либо включить полотенцесушитель потому что бывают такие ситуации когда стояк отключается и полотенцесушитель остывает и резьбовые соединения время от времени начинают подкапывать ну естественно клиента звонит мне, говорит, полотенцесушитель капает, я сразу хоп, кран стоит, все, закрывайте краны, и я подъеду. Поэтому в этом случае я тоже установил краны, но кран установил я уже совершенно по-другому, то есть я эти краны спрятал, так как у меня здесь нету шахты, поэтому прятать мне краны больно негде было, поэтому я их спрятал в стену. Этот способ я использую в первый раз, ну он интересный, может кому-то он пригодится в будущем, так что смотрите это видео и лайкайте, ставьте пальцы вверх, если вам это еще понравится. Итак, давайте перейдем к самому полотенцесушитель. Так, вот полотенцесушитель, так, я здесь установил диагональное подключение, здесь вход, и вот здесь вот с другого конца выход, то есть у нас переходит, у меня все проходит через стену, никаких труб вокруг этого нету. Так, стояк у меня проходит вот вот в этом углу, так, вот здесь даже стена теплая, так, и отсекающие краны, которые я уже упомянул в начале видео. Как видим, здесь у меня их нет, здесь у меня просто соединение, также у меня соединение здесь, ну а с этих сторон у меня просто здесь вот заглушки с кранами Маевского, вот кран Маевского для спуска воздуха. Так, и где же у меня находятся краны? А кранчики у меня находятся вот здесь, вот если обратить внимание, вот тут такое вот небольшое отверстие, в которое вон там находится кран, такой же кран у меня чуть пониже. То есть, эти краны у меня предназначены для того, чтобы я мог в любое время, когда это будет необходимо открыть, либо закрыть полотенцесушитель. Ну как же справиться с этим краном, чтобы был к нему доступ? Так как отверстие у нас маленькое, и для того, чтобы я спокойно мог достать до этого крана, я использую вот такие вот круглогубцы. И вот так вот, сейчас я его закрыл, и повернув обратно, сейчас я его открыл. Так, ну соответственно нижнюю часть тоже надо открыть, все. Так, все, краны открыты, соответственно полотенцесушитель работает нормально. Так, возвращаясь обратно сюда. Так как с этой стороны у нас все нормально, выглядит все хорошо, все чашки закрыты, но с обратной стороны, с той стороны у меня комната, у меня туалет, тут у меня полная перепланировка, поэтому нестандартный санузел. А с той стороны у меня находится туалет, и на стене туалета у меня есть два отверстия. Как же мне избавиться от этих отверстий? Мы же не можем их просто так оставить, чтобы эти краны были видны. Надо как-то их декорировать. И в этом случае я, ну просто так вот буквально пару минут покумекал, и нашел выход. И потерял. Как быстро я нашел выход, и быстро я его потерял. Чтобы декорировать эти отверстия, я пошел в магазин и купил вот такие вот крючки. Ну просто так будут висеть крючки на стены, то есть глаза бросаться не будет, и никто не подумает даже, что за этими крючками есть кран, который закрывает полотенце сушить их. Но об этом будут знать только хозяева и я. Отличная идея, декорировать кран. Но возник еще один вопрос, как закрепить вот этот крючок на стену, потому что у нас же там есть кран, а делать лишнее отверстие тоже не хотелось. Поэтому, взяв образец болта, пошел в магазин и купил точно такой же болтик, но подлиннее. И теперь получается я вот этим болтиком закреплю крепление. Вот у нас крючок будет держаться вот на таком креплении. Вот это крепление закреплю через плитку с помощью вот этого болтика прямо в кран. И все, у нас будет этот кран стоять. И никто об этом никогда не узнает, что там есть. Но теперь я перехожу к тому моменту, когда я скрою эти краны из глаз. Так, как же происходить будет процесс скрытия? Вот, берем крепление, через это отверстие просто вставляем туда болтик. И с помощью отвертки затягиваем болтик. Вот так вот. Так, все, он у нас стоит. Но при необходимости можно будет просверлить еще отверстие и закрепить. Но я думаю, необходимость такая не возникнет. Потому что крючок, он у нас и несет декоративную функцию. Ну, в принципе, я думаю, тоже должен как-то быть более функциональный. Так, ну и теперь одеваем сверху крючок и фиксируем его на месте. Ну, все. Как видим, два отверстия у нас скрыты за крючками. При необходимости можно эти два крючка снять и открыть, либо закрыть полотенцесушитель. Вроде есть крючки, а вроде и нету. То есть, вроде есть кранчик, а вроде и нету. А с этой стороны у нас просто полотенцесушитель. И никакая труба не говорит о том, что где-то проходит полотенцесушитель. Где-то у нас проходит стояк горячей воды. Ну и напоследок я хочу сказать, если вам понравилось то, что я сделал, понравилось это видео, то палец вверх. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях. Горячо. Хорошо, когда работает полотенцесушитель. Но у кого-то он все-таки не работает. Потому что не все и не всегда задумываются о том, как правильно его протасить. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Если понравилось видео, то палец вверх, подписка. И до новых встреч. Увидимся снова. С вами был Ленар. Всем удачи в ремонте. Пока.